Привет, бандиты! Мы летим в Нью-Йорк, я решил смахнуть пыль с камеры. Мой взгляд на Нью-Йорк будет максимально непредвзятый. И вообще на Штаты, я первый раз там. Я никогда не рвался, но теперь мы летим туда, еще и играть в концерты. Тут же меня пытаются задрифтить. Это не наш. Это какие-то местные долбаевки. Я, например, еще не спал. Ну, то есть я поспал там минут 20 в самолете. А так я всю ночь не спал. Это мой план коварный по борьбе с джетлагом. То есть типа я сейчас там прилечу, там будет вечер, и я нормально высплюсь. Или не высплюсь. Вообще сегодня весь день мы пройдем в дороге максимально. Ну и чуть-чуть успеем отдохнуть. А у некоторых, между прочим, сегодня день рождения вот у человека. Рассчитывал ты, что ты будешь проводить день рождения, просто тупо едя куда-то. Ну уже полгодия как рассчитывал, да. Мы сейчас пытаемся выяснить, насколько продлился день рождения, блинчиков. На 7 часов он у тебя продлился. Ну как, где-то так. Нет, не на 7. Если на 6, то на 8. Подожди, там получается минус 7, а у нас плюс 3. Значит на 10 часов. У тебя продлился день рождения на 10 часов. Вот так вы ездите. Посмотрите на это счастливое лицо. Да. Одухотворенное. Счастьем. Мы все какие-то подзаебанные, но ничего, к вечеру разгуляемся. К вечеру непонятно какого дня, непонятно каких часов. Я думаю, что мы... Что джетлаг нас достигнет где-нибудь послезавтра. Ну такое впечатление, что вас пацаны уже захуярило. Вот наша птичка. Сейчас полетим, яки ястребы. Дорогие бандики, не отращивайте себе большие ноги длинные. Вот Денчик вырос, молодец огурец. Смотрите, вот больше не надо. Вот поместился, все, остановили. Дальше не едим кашу. И вот чтобы не было такого, чтобы у вас ноги на проходе оканчиваются. Очень это неудобно. Во всяких разных паспортных отролях нельзя снимать, поэтому мы уже вытащились из аэропорта. Наслаждаемся видами. Я не понимаю, почему у них столбы не пронумерованы. Непронумерованные столбы? Отстойники? Кто эта женщина? Кто эта седая женщина? Кто эта седая женщина? Ну все, я наконец добрался. До своего номера можно отдыхать. Но надо погулять еще, потому что время здесь по местному это еще 9 часов. Надо догулять до Талова и поспать. Тем более, что мы тут поспать езди. И у меня, кстати, тут неплохой вид. У меня 32 этаж. Вид на соседний дом. Короче, симпатичненько. Тоша, как место называется? Это Таймсквер. Не, куда мы идем? В Ублогамп. В Ублогамп? Вот. Идем жрать. Но я так понимаю, что и выпить надо. Саша, ты... Я не пью. Что сегодня будешь пить? Я воду. Воду будешь пить? Смотри, какие у меня классные попа вливать. А ну-ка. Согласен. А ты, Сережа, будешь пить сегодня за день рождения Денчика? Конечно. За здоровье, конечно. Самую лучшую воду буду сегодня пить. За здоровье молодого. Еще один трезвенник. А кто еще? Учитесь. Что, так около? Антоха сейчас ворвется на обстремительном блог. Это Антоха. Антоха, вы знакомы с тобой уже, да, 15 лет им посчитали? Сейчас я тебе точно скажу. Мы знакомы, да, 15 лет. 15 лет назад Антоха привез группу Джанейр в город Минск. Город-герой Минск, да. Ребята, а сейчас он привез группу Little Big в ее. Такое получилось. Слушай, прогресс на лицо, кстати. Закладим. Что у группы Джанейр? Смотрите, какими могут быть крепкими партнерские отношения, когда с обоих сторон люди не говно. Учитесь. Почему это ты будешь сейчас просто идти? Если я снимаю блог, это не значит, что тебя обойдет. Я очень-очень радуюсь, потому что мы прибыли в Америку, потому что я думала, у многих это было как-то с таким пупсиком в жизни посетить Нью-Йорк. Это очень круто, но, ребята, это холодно. И это так обрекает. Где холодно-то? Потому что надо выпить. Но я не пью. Параллели там уже теплые. Сейчас проехала пожарная машина. Местные говорят, что если... Что они смотрят на флаг. Если флаг развивается, то они едут на пожар. Если флага нету, то все, значит, уже потушили. Или все уже сгорело. Куям. Доброе утро, бандиты. Мы выдвинулись прогуляться. Я, например, выспался. Никакие джетлаги нам не страшны. План у нас, короче, такой. Сейчас мы охватимся из симок местных, потому что путешествовать нам еще три недели. И без связи, конечно, грустно. Потом ребята хотят еще какой-то обувной, наверное. Думают, что здесь дешевле. А потом уже будем двигать в сторону парка. Парк здесь же это классика жанра. Хочу сказать, что вчера пожрали. И это здесь, блядь, дико дорого. 500 долларов на поужинать, это дохуя. Поэтому иллюзия, что здесь еще дешево, блядь, развеяна. Ну что, Саша, как тебе? Расскажи, раз влезешь в кадр. Нет, хорошо. Что тебе здесь нравится? Тебе понравился ужин в бенцинском? Мне не понравилось, что мы вчера посидели в КПС, где был кофе практически один. Бастфуд на 40 тысяч рублей. При этом это будет... Каждый съел только просто по креветочке в кляре. Даже никто не ел ни бургеров, ни... Короче, было только картошка, фри и креветки в кляре. Больше ничего. 40 тысяч рублей и два бинка на человека. Приезжайте в Америку, отличная страна. Вот, типа, сказано, сделано. Вот у нас теперь есть такие карточки. Короче, это гостевая карта. Так-то здесь привязывается, видимо, все к телефону. Вот таким вот объебовством, как мы, туристам, продают. За 40 баксов карточку здесь 10 гигабайт. Теперь буду, это, в Инстаграме сидеть. Чтобы не видеть эту всю красоту. На хуй она мне сдалась, правильно? Короче, на Тайм-сквере, по сути, один турист. Вот, местные туда не заходят. А мы пойдем в сторону парка. Central Park называется. Central Park. На самом деле, такое ощущение, что мы видели тут уже просто все. Потому что куда ни посмотри, где-то в каком-то кино или в сериале. Так или иначе, ты это видел. Каждый уголок Нью-Йорка. Все снято, переснято. И, конечно, с одной стороны, прикольно такой флешбек. С другой стороны, ничего снимать даже не хочется. Потому что, ну, ты просто перефоткиваешь то, что ты уже видел, блядь. Ты эту фотку даже, мне кажется, уже видел. Даже вы сейчас нас уже видели, на самом деле. На Тайм-сквере. Просто вот этого пацана в транспортинге. А у меня, блядь, в этом плаще вообще можно было наблюдать в любом. В вестерне. В вестерне. А вот лестницы, ведущие на улицу. Из кино мы знаем, что с них можно пиздануться. Можно кого-нибудь с них выкинуть. В общем, все, что можно было делать с ними, в кино мы уже видели. А это Илья Владимирович. Он любитель парков. Это специально. Он ведет нас показать нам парк. К черту архитектуру. Нам же надо посмотреть на деревья. Мы же их не видели. У него в основном бару таких деревьев не было. Мало. Мало очень. Все посмотрел. Хочу новые. Обещал еще потом нас в секвойный парк отвезти еще. У меня в чемодане абсолютно примерно одну четвертую место занимают протеиновые батончики и печеньки. Вот кого мы будем раскулачивать, если будет голод или если будет зомбиапокалипсис. Потому что, как я его забивала, когда мы приедем в Америку, мы будем гидаться в основном в такой, ну, фаску, можно говоря. Это не фаску, но это очень серфитюрная еда. Поэтому... Если что, ребята, я в конструктуру превращусь в протеиновый батончик. Смотрите, дерево. Мы подбираемся к Централ Парку. Ого! Дерево. Мы увидели дерево. Еще одно. Обнять. Только березки. Ну вот. Нашел красивое. В этом царстве стекла и бетона. Вот она, красота. Илюха, как себе? Ну, пока деревья так себе. Пока будем смотреть. Во многих фильмах по этому Централ Парку выходят положительные персонажи на пробежку. Мне кажется, Денчику надо обновить его новые педали. Пробежаться здесь. Так, километр. Я для этого и пришел. Не, отца. Навозиком запахло. По родине скучаешь? Нет. Я говорю, в Питере на дворцовке всегда лучше не пасет. Я говорю, что по родине скучаем. Ну, вы знаете, я, когда живу в Петербурге, я не хожу, кажется, я не нюхаю дворцовую площадь. Зря. Могла, могла. Как изменилось в Централ Парк все последние 10 лет. Вы посмотрите, какой фотик у Алины. Это же просто пиздец гигантский. Лешка фоткает деревья. Мы идем туда, да? Скучал. Ну, что, собственно, гуляем по парку? Мне кажется, можно было бы найти, конечно, места и поинтереснее. Но лошадка зачетная. А так, конечно, тишина и волшебство. Читарешки. Там очень готишненько. А так, как ты у нас сегодня за Велевала отвечаешь, надо было тебя фоткать там вот в галерее. Ну-ка скажи, maybe Johnny in there. Да, тоже есть. Ну, вы разные песни, блядь, поете. Что то хуйня? Что это хуйня? Что-то имеется против Велевала. Я, наоборот, вот идет нормально. Ничего не имею. Если бы это был Велевала. То что? Ты бы его сейчас прям трахнула? Нет, почему бы сразу такой сексуальный подтекст. А почему не сексуальный подтекст? Он видный мужчина. Я бы очень хотела с ним исполнить. Какой-нибудь популярный трек. Какая ты скучная. Мне бы сказала, я бы его трахнул. Он бы сразу сказали. Респект у вас, Жуха, Саша. Пожалуйста, он Сергеевич. Я публичная замучка. В восьмилетних отношениях. И давно никого не трахаю. Это утка все-таки есть. Это какой-то гусь. Это гусь. Видел гусей? Ты гусей видел? Какая это утка? Ты упала вообще? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Наверное, все-таки это гусь. Да. Сколько вам лет? Кто вы? Зачем вы? Почему вы? И в каком ресторане вас можно сегодня вечером увидеть? Куда едем? Underground, бед. Мы едем смотреть мемориал, который посвящен на 11 сентября. А заодно там рядышком мы должны посмотреть на статус свободы. У нас, ребята, в команде из-за три. Два блондина. Хотя, на самом деле, олинка шли. Блондин подставный. Я нет. Это мои настоящие волосы. О! Я такая родилась. С косичками? Наконец, вернула свой прежний облик. А ты покрашен. Все знают, что ты черный. Да, ребята, пишите комментарии, чтобы у нас все заманали. Пипав. Мы приехали на мемориал. Здесь были, собственно, эти башни-близнецы. У нас появился гид. Эй, гид. Ну-ка, скажи, что происходит? Что, это новое? Вот это новое строится, что ли, башня? Вот это вот новое. Ее построили уже, такая завитая. Она называется One World Plaza. И вместо двух башен построили одну башню. Но интересно, вот эта большая белая птица, которая за нами находится, там два окна сверху. И так запроектировано, что в эти окна солнце светит только один день в году, 11 сентября. И полосы света на полу исчезают в то время, когда была разрушена первая башня. О, господи. Мурашки бегут, да, поспели? Да, есть такое. Ну, в общем-то, и тут бегут. Мемориал, конечно, очень эпично сделан. Смотрится очень круто. И такое, прям до мурашек. Очень серьезное движение, конечно, ребят были здесь. Ну, продолжаем ходить дальше покрасиво. Дом симпатичный, вот, например. Наверное, года 20-30. Короче, у нас после этого был сталинский ампир. Мы насмотрелись, ребята, на такую красоту. И пытались у нас все это воспроизвести. Получилось местами даже круче. Старый костел. И очень эпично смотрится здесь старое кладбище. Просто максимально. Сразу вспоминаются банды Нью-Йорка. Вот первое ощущение. Мы только по центру гуляем, но здесь очень уютно. Реально. Прямо такое. Очень комфортно, на самом деле, находиться. Я ожидал вообще другого. У меня как-то казалось, что я какая-то более агрессивная среда. Нет. Но мы будем дальше посмотреть. К счастью, мы приехали не в один город. У нас целый тур. Мы посмотрим здесь, посмотрим там. Сравним. Проведем анализ. И сделаем выводы. Что за красивая девчонка? Не знаете, кто это? Йонси? Хуёнси. Лёха насмотрелся на деревья и ведет нас жрать теперь. Говорит... Чипотли. Чипотли. Настоящая американская, мексиканская еда. Спробуем? Испробуем. Саша, а ты будешь пробовать? Или ты будешь батончик свой дерьмовый жрать? Нет, я очень результат, но я пожалею мексиканскую губь. Я съем чипотли. Сейчас будет калину, мне кажется, привет из чипотли. Да, привет, Каля. Я говорю, в чипотли. Сейчас мы дойдем и передадим привет. Хорошо, ладно, ребята, вот, еще раз. Как по мне, обычная столовка. Но мы сейчас посмотрим, как это все на вкус. Попробуем. Короче, нахватили пугурить ее. Вот такая вот эта дрянь. Кузная. Все причем не перемешано, а получается кусками. Я добрался до сыра. Вкусненько? Тебе как? Нормально? Я не хочу туда ездить, по-ксерым детским. Это шлаваш. Как тебе понравилась еда? Еда хороша, мексиканская, но я понимаю, что это адаптированная мексиканская еда. Как и вся кухня Нью-Йорка, она сделана под американцами. То же самое относится к итальянской кухне и к китайской кухне. То есть вся кухня здесь адаптирована. Она оказалась. Настоящую мексиканскую еду можно найти в Калифорнию. И мы ее там найдем. Мы отправляемся на поиски. Вот тут, собственно, эти близнецы и были видны раньше. А все, нету. Как говорится, кто утонет, больше не будет. Короче, тусим на этом берегу, туда и к статуе, где она там, где статуя. Украли. А, вот. Да, вот она. Короче, к статуе туда не поплывем мы, потому что там большая очередь и потому что дорого. А и залезть на нее, там еще одна очередь и вообще безмазать. Местные прям по дресс-коду, все в черном, блядь. Мрачные. А ГОК, ты не примазывайся, блядь. У тебя красный кенгурук сразу выдает то, что ты селянин, блядь. Соша, все хуйня, больше экспрессии, блядь. Жизнь заиграла новыми красками. Илюха купил нам пивку. Вайсбюр. Не то, что в Англии. Если вы любите вайсбюр, в Англии вы его не любите. Потому что надо пить гиннес. Водичку надо пить. Правильно говорить не гиннес, а пиннес. Пиннес, пиннес. Вы все это видели тысячу раз в кино. И ты идешь тоже такой. Видел это тысячу раз в кино. Но лишний раз снять прям, блядь, ну подмывает. Нахуя? Нахуя вам этот блог вообще? Выключайте это сюда. Могу сказать, здесь дохуя мусоров. Вот просто море. По сравнению с Питером, где ты идешь по-нескому, и ты встретишь одного-двух максимум, то здесь просто на каждом углу стоят мусора. Просто захуя. Ну вот это вот чуть-чуть в машине. Просто я иду, и это, ну, это поразило мое воображение. Ну и вот, бандиты. Мы залезли на Бруклинский мост. Мост. Вот. Предъявляю. Сюда неплохой вид. Тут брачующиеся, так сказать. Вы все равно разведетесь. Ну и тут, кстати, красиво. Вот реально красиво. Интересненько так смотрится все. Отсюда и туда вид красивый. И туда вид красивый. И пацаны нормально. Вообще я потерялся. А все меньше и меньше едем на метро. Ну и сейчас пойдем еще в гости, посмотрим, как люди живут. Как люди живут на Манхэттене, которые переехали сюда. Да, и сейчас нам показывают какой-то вокзал. Видимо, это какая-то старинная здание. Центральный вокзал. Самый большой по проходимости вокзал в Америке, чуть ли не в мире. Сейчас посмотрим. А вот, собственно, сам вокзал. Вообще, на камере не факт, что чувствуется размах, но здесь очень классный потолок. Прям потолок топовый. А теперь история. Ну-ка. Потолок показывает нам созвездие зубиака. Ну, это понятно. Но при этом эти созвездия перевернуты задом наперед и наизнанку. И, естественно, это произошло просто потому, что кто-то ошибся случайно, когда его рисовали. Но для того, чтобы скрыть эту проблему, считается, что это небо таким, каким видит его бог с той стороны. Ну, это изящный выход, да, из положения. Я вам покажу еще, где шпионы. Минивались русские шпионы, якобы обменивались информацией. А ну-ка. Значит, вот эти арки, они так построены, что там таким образом идет звук, что если ты шепчешь в одном углу арки, то человек, находящийся в другом углу арки, тебя слышит. Сейчас попробуем. Все, он в старом. Вот так. Что вот так? А мы пойдем с боком туда шептать. А вот в эту? Да. В смысле, зачак. Смотри, здесь там. Давай. Так, ребята, идут в тот угол. Сейчас буду слушать. Ребят, нихуя не слышно. Ебать. Да вообще. Эй. Я говорю, я не знаю, за фарнистой на плечах, я говорю прямо в угол. Я говорю в угол. Слышно? Да, охуеть, как слышно. Слышишь, братан? Слышно, да. Охуенно. Как это работает вообще? Вот, смотрите, Гок стоит вот там. Короче, охуеть. Ребята, мы переквалифицировались в передачу по домам. Короче, мы с Гоком идем к лизе в гости. Посмотрим, как живут коренные американцы. Коренные, да, американцы. Ну, во-первых, у американцев есть зеркало, приходит квартира. Для каких целей? Не знаю. Ну, давай, показывай, как ты тут живешь. Та-дам! Добро пожаловать ко мне в гости. Окей. Вид из окна, действительно классический нью-йоркский. Так, библиотека. Что читали? Такая милая кухонка. Кухонка такая, не разгуляется. Ну что за картинки, давай. Моя любимая. Ага. Значит, во-первых, чувачки в пакетах бумажных на головах. Это совершенно документальная фотография с, скорее всего, переговоров по ядерному разоружению. А почему они в пакетах, неизвестно. А здесь, смотри, это Наина Ельцина, это Хилари Клинтон, а это папашка мой. Ага, вот так вот. Глядитесь в это лицо. И это ее кухня. Блага, блага вот, не занырнешься особо. А там шкаф. Слушай, ну а чего, еще, что тебе еще надо-то, собственно? Вообще ничего. И женщина, так сказать, нагая. Слушай, а вот этот панасоник, это здесь что-то загорается? Да, он загорает, но ему нужна, единственное, что ему нужно поменять... Ух ты, класс, как хорошо, как хорошо. Короче, сейчас мы выпьем чаю по-бырму и пойдем в свой гастон, вернемся, соберем шмотки и поедем уже в клуб. Знакомиться с клубом. Зачем их в клубешничку. Наташа, как дела? Нормально. Димарик, как дела? Нимала! Отлично! Я тоже туда хочу. Тоже, конечно. Хоромы, ягоды и пиво. Илюха красивый, просто пиздец. Да, ты видишь хорошо. Да какой уэспрессли, блядь, это... Это Элвис Пруссикли. Love me, твис. Элвис Пруссикли. Пруссикли, да. Тендер. Love me, sweet. Never let me go. Посмотрите-ка на новый Соши-наряд. Хороша. Хороша чертовка. Первые три слова, с которыми у тебя ассоцируется Нью-Йорк. Антон, Серега и Илюха. Блядь. Был у нас один случай в городе Омске. Это был какой-то уже 20-й концерт, и у нас не было возможности постираться. А после концертов, когда мы снимаем наши концертные луки, они называются гнильники. Потому что то, как они воняют, и... И иногда мы забываем их развесить, иногда мы просто едем в поезде, а не гниют в поезде. Так вот, однажды мне довелось кладить очень гнилой костюм, так что в бедной технике... Говори, пожалуйста, что это причина. Я не буду говорить, что я специально молчала. Вот, и... Смотри, как. Просто техники выбежали все из комнаты, и принесли мне маски медицинские. И я в пяти масках вот так вот гладила, выходила, у меня слезились глаза, и я каждый день вот так вот гладила. Это все, и это было у нас. Поэтому каждый раз я на фазах поправляю, стирали, мальчики одели или нет. Смотрите, он такой, как бы, брутальный, такой гладитель, вы знаете, ну, если ты же понимаешь... Я предлагаю оставить учительку. Надо было, как у Гитлера, так доделать. Нет? Я, блядь, запомнил вас обоих. И. Прощай,leenки, не объяснуйся, с ума скажу, или воз tensぎ,目前, пусть но лжисти ведь без уствла... Я не люблю, я не люблю, я люблю Субтитры подогнал «Симон»